Слава Украине! Героям слава! Привет от Полонского! Вы знаете, Россия терпит поражение не только на поле боя, но еще и на дипломатическом фронте. Полнейшая катастрофа у них. Им больше никто не верит. И вот вчерашнее заседание в ООН, Совета Безопасности, просто, вы знаете, ну разгромное для России. Вы все прекрасно знаете, кто не знает, я вам расскажу, что было заседание Совбеза. Просто там Россия пыталась нести ахинею, которую она обычно несет, но вы знаете, ее просто тупо перестали слушать. Поэтому даже было такое позорище, когда их представитель, вот этот лысый, знаете, такой не бензи, он просто оттуда убежал. Убежал, когда его начали тыкать пыском в войну, и ему нечего было сказать даже в ответ. Он просто взял и удрал, как последняя шавка, там, поджав хвост, который у него чертячий хвост, им есть в штанах. И он с этим хвостом в охапку убежал из зала заседания. И вся вот эта комарилия за ним тоже. Интересно, что никто больше не слушает, что они говорят, никто не слушает эту ахинею. Знаете, раньше вот, что Европа, что Штаты делали вид, что они так вот держались за голову, но они хотя бы слушали. Сейчас просто уже никто не слушает. Все конкретно обвиняют Россию в абсолютно трех конкретных вещах. Первое, это агрессия в Украину. Тут абсолютно очевидно, что это ваворская, неприкрытая фашистская агрессия. И вот в лоб говорят конкретно, это в ООН говорят в лоб, что говорить, господи. В ООН, где вот все витиевато пытаются выражать. А тут все уже, с ними перестали разговаривать как-то нормально, просто тупо в лоб говорят. Ваворская агрессия в Украину. Второе, военное преступление. Это насилие, это казни гражданских лиц и так далее. То есть, то, что совершали те же самые, ну, предшественники Путина, гитлеровцы, да. То есть, они совершали точно такие же вещи в 41-45 годах в Украине или в 39-45 по всей Европе. И также их обвиняют в использовании как газа, так и продовольствия в качестве оружия. То есть, в данной ситуации их обвинили в продовольственном шантаже всего мира. То есть, Россия захватила зерно, захватила, не дает Украине экспортировать зерно, перебила пути мирового судоходства. И опять-таки, в лоб Россию в этом всем обвиняют. Небензи это все слушал-слушал, подскочил и убежал как ошпаренный. Вот, собственно говоря, ему нечем было, понимаете, ему просто было нечем крыть. Его просто размазали там в ООН. И причем размазали не только постоянные члены Совета Безопасности, и непостоянные тоже, но еще и представитель Евросоюза, Шарль Мишель, который там был. Это тот самый, который очень похож на нашего Шмыгаля. Когда их так поставишь рядом, их невозможно различить, кто из них кто. А когда еще между ними Резникова для смеха ставят, то вообще цирк. Но они об этом речи. Вот, короче говоря, ребята, их никто больше не слушает. Они стали мировыми изгоями, причем до такой степени изгоями, до такой степени, знаете, пария такой, и на которого, вот, Россию сейчас брезгуют. Подать руку российскому дипломату, это муветон. Пригласить куда-то русских, это что, потом руки мыть надо же, даже дезинфицировать надо. Вы понимаете, они себя не звели, это же не кто-то им сделал, это они сами так сделали себе. Своей агрессией, своим сумасшедшим каким-то враньем, которое больше никто абсолютно не слушает. Вот, они себя не звели, то состояние, вот, знаете, есть такая в Индии кастовая система, вот, есть каста неприкасаемых. Вот, Россия сейчас, это каста неприкасаемых. Причем, каста неприкасаемых, по своей собственной инициативе. Никто их не сделал такими, они себя сделали такими. Слава Украине!